ребят всем привет сегодня видео ответ на вопрос подписчиков предыдущем ролике я просил вас оставить ваши комментарии какие вопросы у вас есть по поводу машины for focus 2 рестайлинг до рестайлинг без разницы в принципе там разница особо небольшая вот по поводу там три вопроса было ну апгрейд магнитовую почему брал магнитову сложно ли ее устанавливать и болячки по кузову и оценкованы ли кузов или нет мы начнем наверное с магнитовы магнитову смотрите брал я ее где-то за 7 800 по моему или 7 600 там самый первый ролик первый или второй ролик на канале про магнитову вы увидите там даже оставлял ссылку где покупал поддоса который мне прислал магнитову за неделю вот в плане установки ничего сложного там нету единственное что смотрите здесь внизу вот здесь внизу получается на магнитоле здесь защелки стоят вот здесь и по и сверху здесь здесь они пластиковые да и внизу тоже были пластиковые я поставил одну защелку это от старой магнитолы такая как типа клипсы как вам объяснить галочка сделана то есть ну я ее вставил где-то по центру по моему по центру или сбоку чтобы лучше прижимала вот после ну и как бы она встала нормально все кто говорит что климат у кого-то климатом да не залезал посмотрите здесь климат ну как бы без проблем щелей никаких нет особо вот климат он нормально здесь получается тоже никакие щели ничего то есть ну все прекрасно вот установка и и без всяких хлопот то есть ну снял старую поставил новую по поводу по поводу шлейфов разъемов то есть свой разъем от форфокуса вставляете новый разъем до который идет отдельно вас магнитолы и подключаете ее уже к магнитоле там есть два юсб выхода один выход и я вывел вот сюда себе в бардачок вот он то есть у меня под флешкой то есть я провел сюда и вывел вот через эту дырку где фонарь там провод не нагревается ничего то есть все нормально вот проблем как бы с этим никаких не бой проблема была в том когда я начал ставить сабвуфер устанавливать да для сабвуфера у вас тоже будет отдельный пучок проводов который крепится к магнитоле то есть я его сразу не поставил но он у меня остался бардачке я потом поставил вот и как бы нормально все потом вопрос там возникал по поводу радио антенны все пишут то что радио антенна на нем не подходит я вам скажу так то надо просто усик подогнуть у самого разъема антенны вот и вставляется спокойно магнитолу с усилием но вставляется единодненькие разъемы дополнительные переходники или чего то вот того подобное все ставится нормально магнитолу работает уже год даже больше по моему нет год наверно до около года проблем никаких общественней возникало я ездил на дальники вот ну вы знаете рассказывал в городской области да там 740 километров я включал youtube включала пока ехали телевизор я скачала тв через интернет раздавал на телефоне у меня телефон висел сверху то есть вот на прищепке да ну раздавал через него в интернет и плюс еще пользовался этим навигатором спокойно интернета хватало то есть мегафон связь не рекламу просто говорю как есть вот и хватало интернет чтобы посмотреть телевизор спокойно то есть там есть зоны которые как сказать бесеть плохой да там уже подключил ну а потом нормально это все из интернета а так хватало вполне то есть мы ездили мне понравилось то есть как работа то есть было со мной магнитол прекрасно вообще ни слов вот по поводу апгрейда я уже выпускал видео до подписчика меня спрашивает ну нужно апгрейд магнитолы я сразу говорю вот если делаете какой-то апгрейд на свой страх и риск я даже умеет ролик на канале что не нужно делать магнитолы на форфокусе 9 дюймов вы там увидите то есть я вам все рассказывал нельзя как бы ну как бы можно кто-то ставит у кого-то хороша у кого-то магнитол превращается в кирпич да и как вот потом ее перепрошивать потому что там разъема нету на выход на юсб я уже не знаю как бы там это вообще будет геморрой мне кажется просто уже выкидывать и придется хотя можно мне кажется сделать как ну не знаю я честно я хотел изначально я записывал ролик что и нужно делать магнитолой на форфокус то есть за вот 9 дюймов которые вот это я изначально хотел поставить лаунчер до сделать апгрейд магнитолы чтобы ну чтобы визуально изменилась панель навигации да то есть ну и все тому подобное но потом я понял что это будет плохая идея я потом еще почитал на форумах на фопу да прием много форумов вы посмотрите сайт папа да там есть ролики кто получает кирпич от магнитола и как бы я бы не советовал а кто это будет делать на свой страх и риск 50 на 50 ровно то есть получите вы кирпич ли вы получите новый лаунчер на магнитоле который будет вас радовать но мне принципе устраивает с вполне как бы ну тут сейчас включу меня на вполне устраивает такого он вкусновато конечно да нормальный первое это когда я поставил там вообще прям вау было то есть да там прям блин 9 казалось прям такая здоровая а сейчас уже как-то привык ну как бы хочется новенького учет меня не рискую не буду рисковать и делать вот по поводу ну смыть того мы разобрались как устанавливать я сказал про апгрейд я сказал и почем я брал сказал да если кто-то хочет найти ссылку она будет в роликах вы увидите там одна одни из первых роликов про эту магнитолу снятые да и там будет все сказано и показано вот там то сколько я убрал я сейчас точно не скажу и ссылку на продавца будет то есть продавец проверен и мне прислал за неделю примерно прислала доставка диппи 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 они как бы нормальные то есть прям до квартиры донесли мне в квартире я уже получил домой принесли я получил посылку то есть все без проблем диппи потом вам сами там трек номер дадут для слежины когда будет посылку у них в руках и все они вам вы будете отслеживать посылка сама хоть из алиэкспресса но она не из китая она с калининградской области с калининграда их присылают то есть сюда вот ну и поэтому и неделя получается вот по поводу ну с магнитолы мы закончили по поводу кузова с кузовом все намного печальнее объясняю вот есть например две машины до форфокус 2 рестайлинг и форфокус 2 дорестайлинг все одинаково ну кроме рестайлинговых частей до который сделан кузов под рестайлинг кроме того что на форфокус 2 до рестайлинг чуть меньше ну чуть меньше напыление вот этого до которого что в машина не гнила объясняю объясняю здесь напыление на железе примерно 12 микрона да и ну а цинкована цинка я имею ввиду 1 2 микрона цинка и она вообще практически не защищает но хоть что-то защищает на первом фокусе ой на дорестайлинг на втором фокусе еще меньше самое главное что я могу вам посоветовать наверное чтобы вот если вы купили машину да ну например for focus там свежий там 10 11 9 год ну и свежий на такой более-менее вот как себя уберечь от того чтобы вы не красили кузов в обязательно поставьте брызговики чтоб стояли если у вас нет брызговиков ставьте их обязательно особенно наперед передняя часть там очень сильно песка струется и как бы ну потом это все начинает гнить не то чтобы эти рыжики пойдут и ржаветь вот так что мой вам совет ставьте брызговики у кого их нет подкрылки брызговики это все должно быть обязательно иначе потом вы попадете на большую сумму денег на покраску ничего не известно как то и как ее покрасить у меня соседа у него форфокус дорестайлинговый второй вот у него он 2007 года вот у меня 2009 до куплены в десятом но выпущена нам девятом а купили салона в десятом у меня как бы все ну в этом плане нормально брызговики брызговики стоят он только денег и потерял надо будет заказать и его у кого нет брызговиков я вам скажу лайфхак очень дешевые брызговики оригинально с продаются на валберис там где-то они примерно за комплект рублей 300 400 что ли но и не оригинально хорошие как бы нормальные это сто процентов я сам буду там заказывать задние себе вот кому надо брызговик у меня по моему если не ошибаюсь останется один левый могу подарить то есть пишите подарю левый брызговик как сейчас буду ставить вам отдам кому если кого-то левого не хватает брызговика там левом левая потом мы точно вам скажу я дам брызговик вот и как бы вот возвращаясь к теме то что соседа 2007 года форфокус по моему 7 вот у него сгнили пороги сгнили в ноль он переваривал пороги вот переварил пороги покрасил их но я не знаю насколько это хватит как бы как ему покрасить это только с моему мастеру известно вот еще по поводу кузова что вот ну у до рестайлинга 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 у них очень за мягкое лакокрасочное покрытие лак очень мягкий то есть на любое прикосновение например там двери там кустов или чего чего сразу будет царапина если ты там дверь куда-то что-то упрешься ты сразу будет белая царапина потертого вот это вы сами видели я снимал ролики да там то есть чуть-чуть а где-то что-то задел метам задели точнее меня задели да и уже белая черта то есть там такая причем нормальная буквально там только дотронулись прям еле-еле вот до машины и уже белая черта как бы неприятно ну вот я очень рад кстати говоря то что в последнее время на канале большая активность пошла меня это очень радует ну как большая по сравнению с тем вот представьте я за целый год выпуская ролики за в течение года не почти непрерывно набрал всего 100 100 подписчиков вот я снял вот привет ролик назад снял видео про 100 подписчиков да и в розыгрыше модкар когда он бмв разыграл там было 100 подписчиков сейчас уже на данный момент 130 то есть грубо говоря 30 подписчиков пришло за пару недель это ну я вот если честно очень сильно вам благодарен что вы подписываетесь потому что для меня это ну мотивация снимать дальше потому что у меня были мысли уже запросить все это потому что мне это уже надоедало то что не получалось ничего как бы сейчас я очень рад реально то что так все пошло и кому-то мои советы мои видео реально помогают в том что ну подсказать кому-то что то то есть ну что я знаю поделиться с вами вы со мной делитесь своими мыслями то есть мне это очень радует вот скоро будет новый видео контента не только про машину то есть ну и прожить то есть ну скоро поедем на рыбалку и поплывем на лодке если я куплю конечно если у меня это получится вот ну будет много интересного контента вот и хотелось бы конечно с вами почаще встречаться на стримах хотел бы запускать стримы я запускал пару раз ты ему ну там заходит один человек два человека все больше никто вот так что вот такое видео я ответил на ваши вопросы если какие-то вопросы еще есть пишите в следующем ролике то есть перед тем как начать ролик я отвечу на ваши вопросы подписчиков вот а сейчас всем спасибо за внимание и пожалуйста ребят у кого красная кнопочка горит подписаться нажмите на нее чтобы она стала серой для меня это очень я буду вам очень признательно для меня это большая мотивация правда потому что канал я введу уже больше года рассказываю про эту машину вот всем спасибо за просмотр всем удачи хорошего дня пока